В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Котировки пары на европейской сессии торговались в узком диапазоне 1.1301-1.1330, развивая боковое движение. С переменным успехом на рынке активизировались поочередно продавцы и покупатели, однако вялотекущая динамика торгов в целом не поменялась. Важными уровнями сопротивления по-прежнему выступают отметки, расположенные в области 1.1340 и выше 1.14. До тех пор, пока пара будет торговаться ниже круглого сопротивления 1.14, актуальность медвежьего тренда сохранится. Тем не менее, снижение цены придерживается важными поддержками 1.1300 и ниже 1.1250. Укрепление продавцов ниже указанных отметок утвердит нисходящий тренд. В ближайшие часы ожидается, что евро-доллар продолжит торговаться в интервале 1.1300-1.1340. Во время торгов в Европе американская валюта несколько окрепла относительно фунта, что сопровождалось тестированием крепкой поддержки, расположенной в области 1.4350. Продавцы смогли зафиксировать минимум дня в районе 1.4334, однако цены снова вернулись в область высшей уровня 1.4350. Максимумом сегодняшнего дня остается по-прежнему уровень 1.4384, так как пара фунт-доллар не имеет драйверов роста на фоне пустого макроэкономического календаря. Таким образом, торги по паре фунт-доллар проходят в узком диапазоне 1.4334-1.4384. Технически перепроданность пары указывает на назревающую коррекцию. Важные уровни сопротивления расположены в области 1.4400-1.4500. Между тем, сдерживает падение пары поддержка 1.4350, пробой которой откроет дорогу к следующей цели 1.4300. В ближайшие часы фунт-доллар продолжит торги в интервале 1.4350-1.4400 у его верхней границы. На утренних торгах золото смогло вернуть утраченные позиции, укрепив позиции выше уровня сопротивления 1.280 долларов за унцию, которая сейчас выступает уже в роли поддержки. Техническая картина на краткосрочных графиках меняется. С территории перепроданности золото теперь переходит в область перекупленности. Дневной диапазон драгоценного металла расположен между отметками 1.273.23 и 1.283.67. Инвесторы ожидают публикации индекса производственной активности США, которая запланирована на 15.30 по Москве, что может несколько изменить динамику торгов. Между тем, консолидация выше ценового уровня 1.280 долларов за унцию развивается со склонностью роста к 13-й фигуре, прохождение которой откроет путь в направлении 1.350 долларов за унцию. В ближайшие часы ожидаем рост этого драгоценного металла в область 1.290 долларов. Активный рост котировок серебра на азиатской сессии был приостановлен после прорыва продавцами ценового уровня, расположенного в области 17.20 долларов за унцию. Далее торги шли в консолидационном диапазоне, сохраняя склонность к росту в направлении 17.50 долларов за унцию, прорыв которого может открыть путь к уровню 18 долларов за унцию. Способность закрепиться выше 17-й фигуры сохраняет потенциал роста серебра в направлении значения 17.50 долларов. Потеря поддержки на уровне 17 долларов ровно приведет к снижению в район 16-й фигуры. Технически драгоценный металл расположен в зоне перепроданности, указывая на возможную коррекцию в нисходящем направлении. Тем не менее, в ближайшие часы вялотекущая динамика остается без изменений в связи с пустым макроэкономическим календарем. Торги продолжатся в диапазоне 17.20-17.50 долларов за тройскую унцию. Обратите внимание, завтра в 11.30 по московскому времени в Великобритании будет опубликован базовый индекс потребительских цен. По оценкам аналитиков компании MaxiMarkets в случае выхода данных лучше ожидаемых значений есть 80% вероятность того, что пара британский фунт доллар США будет находиться в нисходящем движении. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Сейчас коротко о главных событиях. Агентство Moody's снизило рейтинги некоторых нефтедобывающих стран. Нефтяной фонд Норвегии намерен подать иск к автоконцерну Volkswagen. ВВП Таиланда достигло максимального роста за последние три года. Ну а теперь подробности. Агентство Moody's снизило рейтинги некоторых нефтедобывающих стран. Так, долгосрочный рейтинг Саудовской Аравии был снижен с AA3 до A1. Также были ухудшены рейтинги Омана и Бахрейна. Объединенным Арабским Эмиратом Катару Кувейту были присвоены негативные прогнозы. Эксперты Moody's полагают, что падение цен на нефть приведет к дальнейшему замедлению темпа роста ВВП этих стран, что станет причиной увеличения дефицита бюджета и сокращения золотовалютных резервов. Согласно прогнозу Moody's, объем ВВП Саудовской Аравии в текущем году снизится на 5%. Дефицит бюджета в ближайшие годы достигнет 9,5% ВВП. Для его покрытия потребуется 324 млрд евро. Однако прогноз рейтинга Саудовской Аравии стабильный на фоне усилий властей страны по диверсификации экономики. Нефтяной фонд Норвегии намерен подать иск к автоконцерну Volkswagen в связи с дизельным скандалом. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на заявление представителя фонда. Крупнейший в мире суверенный фонд является четвертым по увеличению активов акционерам Volkswagen. Главный исполнительный директор фонда Петер Йонсен пояснил, что иск необходим для того, чтобы обезопасить капиталовложение фонда Volkswagen. Дизельный скандал возник в сентябре прошлого года. Агентство по охране окружающей среды Соединенных Штатов обвинило германского автопроизводителя в установке на дизельных автомобилях программного обеспечения, которое занижает показатели выброса вредных веществ. ВВП Таиланда в первом квартале 2016 года достигло максимального роста за последние три года, свидетельствуют официальные данные, публикованные сегодня. Росту экономики страны способствовало увеличение государственных расходов, а также высокие темпы развития туристической отрасли. Рост ВВП Таиланда в первом квартале составил 3,2% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. Несмотря на значительное превышение прогноза в первом квартале, правительство страны пересмотрело ожидания по росту ВВП в нынешнем году в сторону ухудшения. Прогноз был снижен до 3,5%. Индекс закупочных цен на товары для японских компаний в апреле снизился на 4,4% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, пишет информационное агентство M&I. Причиной столь значительного снижения показателя стало падение мирового и внутреннего спроса. Наибольшее снижение цен в Японии зафиксировано под цветным металлом и химикатом. Замедление темпов падения закупочных цен наблюдалось по железу, стали и топливу. Падение индекса закупочных цен в Японии способствует сокращению затрат для предприятий и домашних хозяйств, но при этом оказывает давление на потребительские цены. Комиссия по ценным бумагам и биржам СЭК разработала новые правила регулирования сферы акционерного краудфандинга в США, которые вступают в силу уже сегодня, сообщает Wall Street Journal. Теперь американские компании малого и среднего бизнеса и стартапы смогут продавать свои доли широкому кругу индивидуальных инвесторов через интернет. Акционерный краудфандинг представляет собой финансирование, в рамках которого компании могут привлечь капитал за счет небольших взносов широкого круга индивидуальных инвесторов. Он позволяет инвесторам получить долю в акционерном капитале компании, а также рассчитывать на финансовое вознаграждение. Компания MaxiMarkets стала официальным спонсором традиционного международного банковского форума в Сочи. Подробнее об этом событии рассказывает вице-президент Ассоциации региональных банков России, председатель наблюдательного совета компании MaxiMarkets Ян Арт. Ян, добрый день. Добрый день. 7-10 сентября 2016 года в Сочи состоится традиционный международный банковский форум, посвященный как банковскому рынку, так и другим сегментам финансового рынка. Он стал традиционно самой крупнейшей, наверное, площадкой для обсуждения банковских проблем. Прошлые форумы собирали более 500 участников. В этом году официальный спонсор международного банковского форума в Сочи компания MaxiMarkets, а главный информационный партнер и организатор интернет-трансляции портал Finversia.ru. Что мы ожидаем от форума? Во-первых, обсуждение взаимоотношений всех сегментов финансового рынка с регулятором. Понятно, что от регуляции сегодня зависит развитие сюжетов как на банковском рынке, так и на рынке Форекс. Во-вторых, в этом году мы попытаемся, возможно, впервые провести специальную секцию, посвященную ситуации на фондовом и валютном рынках. И попробуем собрать туда экспертов, которые опишут, скажем так, оптимальное состояние как законодательно-регуляционных актов, способствующих развитию этого рынка. Сегодня на повестке дня стоит вопрос защиты прав потребителей услуг на рынке Форекс. Для нас это, в общем-то, принципиальный вопрос. Рынок очень интересный, в кризис может быть весьма прибыльным. И во многих это лазейка в той ситуации, когда банки снижают доходность по депозитам и другие возможности инвестиций заметно сокращаются. Так что следите за развитием событий вокруг международного форума в Сочи. Мы рассчитываем, что именно с него начнется новый, куда более позитивный финансовый сезон в деловой жизни России. Итак, с 7 по 10 сентября следите за перипетиями финансового саммита в Сочи. Компания «Максимаркетс» – партнер форума и прямой интернет-трансляции, которую проведет информационный финансовый портал finversia.ru Первое. Форекс-телевидение. С 9 утра. В прямом эфире. Новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. «Максимаркетс ТВ». Зарабатывай на новостях. В экономическом календаре понедельника. Сегодня в ходе ранних утренних торгов Новая Зеландия опубликовала апрельский индекс деловой активности в секторе услуг. Великобритания обнародовала майский индекс цен на жилье, а Япония отчиталась по апрельским изменениям объема заказов на оборудование. В Германии, Франции и Швейцарии сегодня праздник День Святого Духа. Региональные рынки закрыты и статистика не опубликуется. С 15.30 по Москве в центре внимания рынка публикация в США производственного индекса Empire Manufacturing за май. В 17.00 выйдет майский индекс рынка жилья. В 23.00 чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами. В 16.00 в Канаде выйдут данные по объему продаж жилья на вторичном рынке недвижимости. В 17.30 Банк Канада публикует полугодовой экономический обзор. Напоминаем, что завтра в 11.30 по московскому времени в Великобритании будет опубликован базовый индекс потребительских цен. По оценкам аналитиков компании MaxiMarkets, в случае выхода данных лучше ожидаемых значений есть 80% вероятность того, что пара британский фунт USD США будет находиться в нисходящем движении. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал MaxiMarkets теперь в прямом эфире на Ютубе. Подпишись и будь в курсе.